Из таких ролевых фэнтезийных и прочих приколов я вспомнил еще одно народное наше произведение «Генератор фэнтези». Это не песня, это генератор. Мы с человеком по имени Ливон Захарченко сочинили пособие для сочинителей фэнтези. Фэнтези получается путем выбора просто нужного пункта из причисленных. Звучит примерно так. В одном А. Большом городе, Б. Маленьком селе, В. Старом доме с привидением. Жил-был один. А. Маленький мальчик, В. Среднестатистически ничемный помечательный паренек, В. Хоббит. Из родных и близких у него А. Никого не было, все умерли. Б. Были дяди и тети, которые его терпеть не могли. В. Был воспитавший его друг умершего отца, никому неизвестен, даже отцу. И вот однажды к нему подходят. А. Старый седой волшебник, Б. Измученный и израненный путник, В. Странный выглядящий человек. И говорит. А. Ты избранный. Б. Ты избранный. В. Ты избранный. Герой. А. Очень удивляется. Б. Ничуть не удивляется. В. Ничему не верит. Тогда пришелец говорит. А. Я здесь, чтобы научить тебя всему, что знаю сам. Б. Беги, прячься скорее, они идут за тобой. В. Умри. Герой со свистом покидает родные места. Он бежит. А. К своим знакомым. Б. К знакомым странного визетера. В. Куда глаза глядят. Странный визетер тем временем. А. Бежит рядом. Б. Бежит по отдаль. В. Режит мертвый. Они вместе вскоре атакованы. А. Посланцами злых сил. Б. Посланцами добрых сил. В. Друг другом. Избавившиеся от неприятелей. Герой с компанией. Добираются до места, где. А. Им помогают. Б. Их посылают на. В. Им помогают. А потом посылают на. Герой учит убивать. А. Какой-нибудь наставник. Б. Мелкие злодеи. По две медные монеты за штуку. В. Все, кто встречается ему на пути. И герой становится. А. Круче наставника. Б. Круче автора. В. Круче не бывает. Как оказывается враг героя. А. Темный властелин. Б. Светлая голова. Б. Абстрактный зло в серую полосочку. В процессе тяжелого, тупого и нутного разговора выясняется, что герой. А. Наследный принц. Б. Будущий спаситель всего человечества. В. Хрен-мажор. Вскоре наступает. А. Финальная битва между странами, народами и божествами. Б. Финальная битва за мир между героем и главным злодеем. В. Неожиданный конец света. Напарники героя. А. Умирают от рук злых сил. Б. Обижаются и покидают героя. В. Погибают от собственной глупости, произнеся перед этим торжественную речь. Заключительная часть. Сила злодеев такова, что их можно победить только... А. Сбросить все, что осталось, в жертву вулкана. Б. Найдя древний артефакт или потеряв, если уже нашли. В. Во сне. В процессе финальной схватки, герой получает. А. 351 рану. Из них 177 в одно место. Б. Пять тысяч золотых. В. Оскара за лучшую мушкуру. Но он встает и говорит. А. Со мной сила. Б. Умри презренный. В. Уйди противный. Злодей от ужаса. А. Раскаивается и уступает место бабушке. В. Меняет имя и фамилию. В. Притворяется мертвым. Всем наступает хэппи-энд, все живут долго и счастливо. А главный герой А. Сам становится злодеем. В. Продолжает в том же духе. В. На цыпочках пульшумок перебирается в следующую часть произведения. А. Напоминаю, что авторы все это безобразие. Мы и человек по имени Львона Захарченко. Тоже здесь отсутствующий. Надеюсь, у него все хорошо. В общем. В хорошем поводу.